Друзья, приветствую всех и всем доброй ночи. Благодарю Бога за всех, кто подключится и будет вместе со мною. Но сегодня, в эту ночь, цель, конечно, у меня для того, чтобы просто высвободить пророческое слово и чтобы не было пророческого затора. Поэтому, конечно, я оставлю запись в эфире. Для этого я и вышел в эту ночь с теми, с кем не спится. Вот, сделал себе большую кружку кофе. Поэтому, походу, подключайтесь. Но ждать никого не будет, потому что я на это не рассчитываю. Кому надо, тот посмотрит в записи. Значит, слово у меня касается гордости. И я его назвал «Моисей умер». Приветствую первого участника, кому не спится. И, значит, но это слово не просто «Моисей умер», а я бы поставил в конце вопросительный знак «Моисей умер». И по ходу того, как я буду об этом рассказывать, вы поймете, к чему я хочу нас всех привести. Потому что, с одной стороны, хочу поделиться переживаниями духовными. С другой стороны, то слово, которое я сейчас буду нести, оно касается гордости. И, может быть, я бы сегодня ночью не выходил в эфир, но пробовали две записи сделать. Одну в Сибири, другую вот на воскресном служении в Подольске. И по техническим причинам запись, она просто не удалась. И также я с этим словом переживаю определенные такие немощи на физическом уровне. Вот так. И поэтому для того, чтобы в дальнейшем не было пророческого затора, мне просто нужно высвободить это слово. И оно просто, я верю, очень актуально. Не только для меня, для каждого из нас. Но с начала вступления в августе этого года я был на конференции в городе Астрахани у пастора Сергея Поскребышева. И мы с Владимиром Наркевичем из города Тамбова, старший пастор, который сейчас поехал на миссию в Анапу, мы были главными спикерами, служили. И в одно утро мы договорились пойти для того, чтобы не просто проповедовать, не просто делиться теми переживаниями, которые мы получили, а на самом деле взыскать с утра Господа. И вот на такой одной из утренних молитв мы два часа молились, и меня сильно накрыло. Так сильно накрыло, и Господь мне показал такие определенные события в моей жизни, которые, если на них с одной стороны посмотреть, то они бы показались такими разрушительными в моей жизни. Но Господь показал мне посмотреть на это с другой стороны, с тем словом, которое сказал апостол Павел, когда сказал, не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос. И Господь мне показал, что через все эти события, которые на самом деле были больными в моей жизни, в жизни моей семьи, Господь, Он достал меня. Поэтому я хочу так сказать, если Господь хочет достать тебя, то позволь Ему, чтобы Он тебя достал, чтобы это не было на протяжении какого-то определенного долгого времени. Чем быстрее ты позволишь Господу сработать с тобой, тем быстрее, значит, начнется, как бы так сказать, заказать другой разворот в сторону Господа, а не Господа к тебе. Потому что, когда апостол Павел сказал, не достигну ли и я тебя, как достиг ты меня, Иисус Христос. Поэтому, знаете, для того, чтобы нам достигать Господа, нужно изначально позволить Господу достичь нас. Поэтому все в твоей жизни, на что ты смотришь, как на больные вещи, места в твоей жизни, может быть, ты задаешь какие-то определенные вопросы, почему со мной это происходит. Это для того, чтобы достичь тебя. Все в твоей жизни, как тебе кажется, сокрушительного происходит, цель – это ты. Поэтому, если ты на самом деле такой крепкий и сильный, что, как бы сказать, Господь тебя не может напрямую достать, Он тебя достигнет через мужа, через жену, через детей, через определенные обстоятельства в твоей жизни. Вот такие переживания у меня были, и я просто, вот у меня вышло слово такое изнутри меня, что, Господи, я говорю, я все понял. И я говорю, неужели такой долгий промежуток времени нужен был тебе для того, чтобы достичь меня, потому что я, так скажем, активно верующий человек с 92-го года прошлого века. И когда я переживаю Господа в определенном цикле, опять вот в августе этого года, когда получаю вот это слово, я сразу скажу о гордости, потому что Господь показал мне во всем мою гордость, которая должна была бы быть сокрушена. И столько, думаю, много времени, почти 30 лет. И, ну, когда смотришь на героев библейских в Библии, то видишь, что ты не один такой. Аврааму потребовалось 25 лет для того, чтобы измениться и родить Исаака. И потом еще было продолжение, потому что на этом все не заканчивалось. Но покороче все делала. И, значит, я после Астрахани, переживая все вот эти вещи, получая слово о гордости, с которым, конечно, я сейчас поделюсь с вами, я, значит, через неделю улетаю в Сибирь, в мою родную церковь, в городе Белово, которую мы открыли в 98-м году. И до этого я где-то в прошлом году, либо в начале этого года переживал видение. У меня была встреча с Иисусом Христом. Я уже не буду об этом рассказывать. Это у меня в прошлых роликах где-то есть. Значит, и вместе с Иисусом Христом, значит, я пережил встречу с Иисусом Навином и Халевым. И я вышел с ними из этого видения. И поэтому, точно так же, как нам известно, что ангелы окружают нас и сопровождают нас, точно так же меня сопровождают на всех моих путях Иисус Навин и Халев. Так вот, и я, значит, садился в самолет, улетая в город Белово. Это было вот как раз конец августа, наверное. Да, и конец августа я только в середине сентября прилетел обратно. И садясь в самолет, я просто Иисусу Христу сказал, попросил его. Но, думаю, не просто же так это было видение. Я хочу же в их отношения. Это же не просто так мне показалось Иисусу Навином и Халевым. Я специально об этих вещах говорю для того, чтобы нам сделать определенный вызов, что духовный мир, он не просто близок, он реален в нашей жизни. И сегодня, ну, некоторые так смело об этом говорят, а мы почему-то стесняемся. Потому что мы можем сказать какое-то хорошее слово от Бога, и все скажут, о, какое классное слово. Но когда ты, допустим, с кем-то поделишься и скажешь, как ты получил это слово, какие встречи у тебя были, с кем встречи были, то некоторые могут это и не принять. Но это сегодня не наша площадка, поэтому кто принимает, пусть принимает. И я попросил Иисуса Христа для того, чтобы эта встреча с Иисусом Навином для меня и Халевым была жива. И в самолете я пережил эту встречу почему-то с Иисусом Навином. Ну, конечно, я понимаю, мне Господь открыл, почему именно вперед с Иисусом Навином и Нихалевым. И он открылся мне именно в том облачении, в котором он был во времена, когда они завоевывали Ханаанскую землю. И почему-то такой цвет его, вот именно одежд, так скажем, военных, еще приветствую. Да, спасибо, хорошо, что меня кто-то понимает, да, слава Богу. Поэтому мы пойдем в этом дальше. И цвет его, так скажем, кольчоги, вот этого шлема, он был цветом вот этого, как бы сказать, самолета, вот этого, я не знаю, с чего он, какой стали сделан, такого цвета алюминия, что ли. И он был сначала на коне, и будучи в шлеме таком, я видел его черные кудри, карие глаза, такие красивые. Я просто увидел, говорю, о, как ты, Иисус, похож на Иисуса моего Господа, Иисуса Христа. И только мой Иисус Христос, он большой, потому что я переживал встречи, когда у меня были тяжелые времена. Иисус мне всегда открывался большим, могучим, сильным, с которым был всегда покой. Потом Иисус Навин открылся, приветствую еще новых участников, и доброй ночи. И потом он открылся мне с детьми, и настолько стал мне близок. И я тогда сказал, поговори со мной. И, вы знаете, из меня стали выходить слова, которые некоторые я знал наизусть из книги Иисуса Навина, что уже как бы перефразирую, церковь не ходила этим путем ни вчера, ни третьего дня. Да не отходится от книг закона, а то с твоих мы поучаствуем в дни, день и ночь. Будь твердым, мужественным, очень мужественным. И вдруг я себя ловлю, я говорю, о, Иисус, так это же слова из книги Иисуса Навина, так скажем, из твоей книги. И с одной стороны было какое-то определенное такое смущение, ты или со мной говоришь, или книга со мной говорит. Но пришла такая параллель, что как раз Иисус Навин со мной стал разговаривать через свою книгу. Я понял, что Он меня ведет конкретно в эту книгу. И у меня вот эти четыре с половиной часа вот этого полета была вот такая чудесная встреча с Иисусом. И когда я прилетел в Белово, у нас хорошие такие служения прошли, и вот как раз Иисус Навин через свою книгу, Он стал мне открываться. И вот я хотел бы пройти по нескольким главам этой книги для того, чтобы показать, как вот то слово, которое я изначально говорил о гордости, оно настигает как стрела каждого верующего человека. Если думает, что Он уже победитель, то как бы так в Библии написано, бойся, чтобы не упасть и не быть сраженным, нужно бодрствовать и молиться, как сказал Иисус Христос. Дух бодр, плод же немощно. Но вот подошел как бы ко вступлению, хотя такое было долгое вступление изначально, но у нас вся ночь впереди. Кому интересно, тому будет интересно. И я так скажу, и у меня есть три примера в отношении гордости, которые я сейчас хочу привести. Это первый пример, это пророк Исаия, который на пять глав целых, будучи пророком, пророчествовал. И в шестой главе там такие стихи, первые стихи. «В год смерти царя Озии». Значит, вот пророка посетила слава Господня. Он оказался в видении царя, края одежд, которых наполняли весь храм. И мы здесь видим, что с пророком было, так скажем, не все в порядке. Во-первых, дальше он пишет, что в присутствии вот этой славы Господней он увидел себя как человека с нечистыми устами. А это говорил пророк, дорогие. И он говорил, горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И только после того, когда ангел взял жертвенника уголек и коснулся уст пророка, тогда он ответил на вопрос Бога, который сказал, кого мне послать. И он сказал, вот я, пошли меня. То есть в момент он изменился. И вот первый стиль, который, говорит, это произошло в год смерти царя Озии. И вот как раз царь Озия, он был прообразом вот этой гордости. Когда мы в книгах про Липоменон будем читать о нем, то увидим, что он так возгордился, что вместо священника, а на то время в Ветхом Завете это было не положено, он принес жертву, на что получил укоризны от священника, но он не послушал, и потом оказался в проказе и был удален, так скажем, с такой видимой площадки. И находился как прокаженный в изоляции. И вот как раз это показывает на пророка Исаия, что, говорит, с тобой так же не все в порядке. А гордость, она сопровождает тебя, которая для того, чтобы ты в конечном итоге провалился. И вот я прочитаю из притча 16 главы, с 18 по 19 стих. По гибели предшествует гордость, и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. И вот как раз вот этот пример показывает на атаку со стороны гордости. Второй пример, второй пример, это пророка Иеремия. И вот пророка Иеремия, мы видим две стороны вот этой медали. Приветствую еще новых участников, кому не спится, приглашая ко мне на кофе. И тогда, когда он был на взлете, когда на горе кормил, он поперерубал 850 пророков. А потом Господь уже не знал, как его остановить, и поэтому допустил записку от Изавеля. Тот, который никого и ничего не боялся, который бежал впереди Ахава, на чьих собраниях присутствовал весь народ, и даже сам царь. И он бежал впереди колесницы царя. То есть это реально такие чудеса были. И вдруг он напугался. Это 100% Господь его немного, так скажем, подопустил в его гордости. Но вторая сторона гордости его была, когда под можжевелым кустом он опять, так скажем, возгордился, но уже с другой стороны сказал, о, какая у меня неудачная жизнь, такое служение, один я остался. Что Господу пришлось его так прихануть и сказать, слушай, таких как ты 7 тысяч еще остались. И это тоже показатель вот этой гордости. И вот что я хотел бы, и третьего я про Моисея скажу, но это я перейду уже к книге Иисуса Наверное. Так вот, что объединяет Иеремия, Исаия, и Моисея, на которого мы посмотрим, их как раз объединяет вот именно то, что каждого из них коснулась гордость. Вот, к примеру, сейчас я также спускаюсь к Моисею, скажу, что у Моисея, когда он получил от Господа слово, ведь это слово не просто так было, это было на скрижалях каменных, это, как пророк Иеремия говорит, это не просто были скрижали, а это было сердце народа, а в Ветхом Завете это было каменное сердце. Потом он сказал, что я заменю это на плотяные скрижали. То есть, по сути дела, на этих скрижалях, на сердцах, неважно каменных или плотяных, вот в нашем контексте, была написана судьба народа. И Моисей, который только что разговаривал с Господом, вдруг сходит с горы, видит беспредел народа, который поклоняется золотому тельцу и разбивает сердце народа, разбивает судьбу народа, разбивает скрижали. И потом мы знаем, что Господь ему дал вторые скрижали, но прежде чем он дал ему вторые скрижали, он говорит, я хочу тебя научить чему-то, потому что я тебе боюсь уже давать вторые скрижали, потому что ты их опять грохнешь. Так вот, и тогда пророк, точнее не пророк, но пророком можно назвать Моисеем, Моисеем он сказал, ну тогда покажи мне славу твою. Я, говорит, что-то не понимаю, не догоняю. И Господь ему показал свою славу, о чем просил Моисей. И когда он показал ему свою славу, то он не просто показал себя со спины, он также показал славу свою в словах, когда сказал о том, что я Бог многомилостивый, многоблагодатный, прощающий там вину отцов и детей, и даже дал разницу, что я благословляющий до тысячи родов, а проклинающий там до третьего-четвертого рода. Не вспыслишь, что он обязательно проклинает, а говорит, посмотрите, насколько моя милость и благодать, она выше того проклятия, на котором вы заострили внимание. Так вот, смотрите, три примера, связанные с гордостью. Но посмотрите, несмотря на их грехи, несмотря на их гордость, посмотрите, с ними присутствовала слава Божья. Аллилуйя. С ними было присутствие Божье. И они имели все трое общение с Господом. Мы делаем проекцию на себя. Дорогие, какие бы грехи у вас не были, какие бы атаки от гордости или от каких-то других проблем, вещей вы бы не получали, никогда слава Господне не оставляет нас, никогда присутствие Божье не оставляет нас. Мы никогда не боремся за это. Это всегда сопровождает нас, во грехе ли мы или нет, дорогие. Поэтому получите в этих вещах откровение и просто не надмивайтесь над Словом Божьим. Если вы это не принимаете, то вы уже гордые, вы уже надмиваетесь над Словом Божьим. Потому что, когда я в самом начале говорил словами апостола Павла, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос, то каким образом Иисус Христос достиг Павла? Он достиг его своей славой, он достиг его своим присутствием, он достиг апостола Павла общением с ним. И когда апостол Павел говорит, ты достиг меня, и когда я свидетельствовал о моих переживаниях, и когда я говорил, не достигну ли я, как ты меня достиг Иисус Христос, то как раз я был вот именно вот в этой парадигме вот этого слова, понимаете, вирус, из которого я до сих пор получаю какую-то немощь, какую-то определенную такую атаку, что оно просто даже не может записаться. Так вот, и каким образом мы достигнем Иисуса Христа опять? То есть в конечном итоге мы его достигаем, его же славой, его же присутствием и общением с ним. То есть по-другому мы можем даже сказать, что мы его и не достигаем. Он уже достиг нас. Нам просто надо переключиться и увидеть, что слава Божья, она просто не приложена. Его присутствие не приложено в нашей жизни. Общение с ним не приложено в нашей жизни. И вот когда мы разворачиваемся на достижение Его же, Его же славы, Его присутствием, Его же словом и общением с Ним, то тогда мы на самом деле достигаем Его прежде всего. Вот здесь переключение в нашем разуме. Аминь. Так вот, вот так. И вот сейчас мы тогда и пойдем и начнем с Моисея. «Как повел меня Иисус Навин». И вот знаете, в первой главе книги Иисуса Навина, давайте будем смотреть это как на разговор с Иисусом Навином. Значит, с 1-2 стих он нам говорит «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань впереди через Иордан, сей ты и весь народ, сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». И вот смотрите, с чего начинается первая глава. Во-первых, первая глава начинается с того, что Моисей умер. И когда мы смотрим в контексте нашего разговора, то это гордость умерла, которая показывала, из-за чего Моисей не вошел в обетованную землю. Я так еще, ну скажем, забыл сказать, что, помните, когда Господь ему сказал, чтобы он напоил народ, который грешит, и Моисей просто пошел, и, по сути дела, он сказал народу примерно так. И вы еще думаете, что Господь вас благословит после всех этих грехов. И вместо того, чтобы сказать скале, он ударил жезлом по скале, и вода пошла. И он просто удивился, а Моисей, и ты, говорит, не исполнил моей святости, вот именно святости, вот именно его слово. Он стал надменным над этим словом, и из-за этого не вошел в обетованную землю. Но вот здесь как раз к нам пророческое слово, что если ты хочешь двигаться в духе Иисуса Навина, в духе завоевателя, в духе Христа, который был в Иисусе Навине, потому что на них был мой дух, это сто процентов был дух Христов, Аллилуйя. Потому что Иисус Навин, прежде всего, в Ветхом Завете, это прообраз Иисуса Христа, который провел народ в обетованную землю физическую. А Иисус Христос провел народ в землю, на небеса, из тьмы в чудный наш свет, во внутреннейшее, за завесу, за завесу. И когда мы видим, что вот мы с вами должны бы двинуться в этом духе, то гордость должна умереть во имя Иисуса Христа. И поэтому я бы хотел еще фокус такой поставить на том, что мы много слышали, что должно умереть старое поколение, должны умереть старые проповедники, наши духовные отцы там, Моисея. Я скажу, нет, дорогие, в этом последнем пробуждении будет, как написано в Малахе, вернуть сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Это то знамение, которое будет показывать, о котором пророчествовал апостол Петр, что старцы будут разумляя восновидениями. Юноши будут видеть видение, Аллилуйя, и пророчествовать будут. Поэтому, я так скажу, старые люди среднего возраста и молодого поколения, они все в последнем пробуждении двинутся вместе. Поэтому, если какому-то Моисею и нужно умереть, то это нужно умереть нашей гордости, Аллилуйя. И вот давайте теперь проследим динамику движения вот этой гордости для того, чтобы не пустить новое поколение, не пустить нас, для того, чтобы, как написано в притчах 16 главе, в которой мы прочитали, что она предшествует падению и хочет, чтобы все развалилось в нашей жизни. Так вот, в первой главе мы видим, Иисус Навин был призван на служение. Аллилуйя. Поэтому я не просто так говорил о том, что я имел живые встречи непосредственно с этими героями. И для чего? Для того, чтобы на самом деле показать, что сейчас пришло время, показать людям небеса. И когда я говорю об этих вещах, то я наоборот делаю так, чтобы вы возревновали об этих вещах. Если вижу я, значит, видите вы. Если я вхожу туда, на небеса, значит, и вы входите в них точно так же. Никогда не допустите спекуляции по небесам. Если кто-то говорит, что это только ему возможно, то это спекулянт. Не слушайте таких, потому что если уже говорить о небесах, то пусть и сделают такие проходы, чтобы у каждого из нас была возможность быть на небесах и открыть глаза на то, что вы уже были на этих небесах. Так вот, в первой главе это призвание и умышление гордости. И во второй главе мы видим, что как Иисус Навин посылает двух саглядатов для того, чтобы они осмотрели землю. И я так быстро побегу, и я так скажу, что здесь мы видим словами такого Нового Завета. Это, по сути дела, рождение такого пророческого служения. Помните, 12 саглядатов, которые были посланы, 10 из них неправильную картину принесли. А вот Иисус Навин с Халевом, они принесли как раз правильную пророческую картину. И Иисус Навин, понимаете, вещи послал двух саглядатов для того, чтобы они могли исследовать землю и сделать такой пророческий проход, когда они встретились с блудницей, которая защитила их, и через эти все вещи они пришли и сказали, что проход открыт. И в третьей главе они начали делать, осуществлять пророческие действия. Они пошли через Иордан, и не будут сильно останавливаться на этих вещах, Иордан пересох, и они прошли по Иордану. Но в четвертой главе нам открывается то, что Господь им сказал, достать 12 камней со дна реки. И вот как раз 12 это число апостольское. И говоря таким апостольско-пророческим языком, я скажу, что если во второй главе мы, значит, увидели пророческое движение в лице вот этих двух саглядатов, то в четвертой главе мы видим распространение апостольского движения. Поэтому церковь должна иметь апостольско-пророческую позицию, потому что основание церкви как раз строится на апостолах и пророках. И вот эти 12 камней, с одной стороны, конечно же, приветствую еще новых участников. И вот, конечно же, пророческое, я так скажу, что вот когда они поднимали 12 камней со дна реки, то это показывает на распространение апостольского движения для завоевания новых земель, которое должно повлиять и на открытие новых церквей, и чтобы коснуться общества и людей во всех областях нашей жизни, на всех этих семи холмах, культуре, спорте, политике, экономике и так далее, то вот здесь как раз показывает на то, что когда мы проходим по этому дну, то наше призвание поднять многих людей с этого дна. Но все-таки я ставлю в этой главе фокус на таком апостольском движении. Почему? Потому что я хочу сейчас нас привести к пятой главе, куда привел меня Иисус Навин, где написано, что они пришли на холм, который назывался холм обрезания, или по-другому Галгал, холм обрезания. И вот как раз я проповедовал об этих вещах, говоря о том, что и пророческое служение, и апостольское движение, оно должно прийти к холму обрезания. Неважно, какой ты пророк, как мы видим в Исаии 6 главе, может быть, ты пять глав так мощно пророчествовал, но в 6 главе ты пережил обрезание. Неважно, какой ты апостол. Если мы будем смотреть, к примеру, реально на апостольское движение Моисея, который выводил народ в Новую Землю, или пророк Иеремия, который был не только пророком, а 100% апостолом, если бы мы его назвали по новозаветным, как бы сказать, ну, таким выражением, то мы видим, что все они нуждались в обрезании, потому что даже пророк Иеремия, когда пришел, представьте себе, и сказал царю, от Господа не будет дождя 3,5 года на эту землю. И вы думаете, после этого, что ему, доверили церковь, да, и построили новое здание? Нет, после этого Господь его вообще спрятал. Он ушел в место, где его кормили вороны. Он вообще был отрезан от всего народа, от царей и от всех других людей. А после того, когда он появился опять перед царем, через 3,5 года, опять не было фанфары, не было никаких про него, ну, таких ярких и сильных заметок в новостных газетах. Наоборот, после этого он еще и был послан, не после этого, а еще до этого он был послан в Сарепту Сидунскую снимать квартиру. А после как раз вот побед на кормили, он был послан, точнее сам себя отправил под можжевеловые кусты, и, как мы называем, в пещеру депрессии, от которой не так трудно, легко было подняться для того, чтобы пойти исполнять волю Божию, отдавая свое, как бы сказать, понимание, опыт, помазание Елисею новому поколению. Так вот, и все апостольское движение, все пророческое служение, как бы ты мощно ни пророчествовал, оно требуется для того, чтобы быть обрезанным на горе Галгарии. Только после этого Иисус с нами, Он встретился с вождем воинства небесного. И в 6 главе, вот именно после этого обрезания, после этого обрезания, они победили Иерихон. Вот стены Иерихона рухнули. И когда рушится самая такая главная, крепкая, самая мощная крепость в ханаанской земле, как Иерихон, то, конечно, нам не избежать стрел гордости. И в 7 главе мы уже наблюдаем, что когда нужно было идти на Гай, там было сказано, возьми 2-3 тысячи человек всего, и вы там, как по-русски мы говорим, шапками закидаете их. И там, в 7 главе, они получили поражение. И там поражение было не только из-за того, что было взято заклятое, когда Господь сказал не трогать. Это тоже было надмение над Словом Божьим. А любое надмение – это и есть гордость, когда мы в непослушании нашему Господу. Но точно так же, вот именно вот это превосходство, да, аллилуйя, спасибо за поддержку, значит, они проиграли и вот из-за вот этого надмения, вот из-за этой гордости. Поэтому 8 глава, 8 глава, она как раз и начинается с того, что когда они сделали работу над ошибками, значит, Господь им сказал в 8 главе, а теперь возьми весь народ, не бери только спецназ. Потому что, знаете, церковь – это не спецназ. И некоторые, знаете, стараются, как бы, показать, что у меня такая уникальная церковь. Либо, так скажем, уникальная то, что она наркоманская, или уникальная, что там только одни интеллигенты. Или уникальная, потому что вот у нас пророческая церковь. Или там уникальная, потому что у нас апостольская церковь. Поэтому у нас так мало, но мы все апостолы, дорогие. Господь не предусмотрел церковь иметь как спецназ. Господь предусмотрел церковь, где все. Возьми весь народ. И помните, когда Секилак был завоеван неприятелем, Давид взял 600 человек, и из них только, по-моему, 400, да, было переправлено, или 200. А 400 или 200 были оставлены, которые не были переправлены, но не смогли перебраться через реку, через Ордан. И злые и негодные люди сказали, что мы передовой отряд, мы не будем делиться с обозом. И Господь сказал, это злые и негодные люди. И Давид поставил себе в правила и в закон для народа, что сегодня ты на передовой, и ты будешь делиться и с теми людьми своей добычей, кто его обозит, потому что сегодня ты первый, завтра ты будешь последний. А сегодня ты последний, а завтра будешь первым. Поэтому возьми весь народ в 8 главе. И вот, что интересно, значит, но пришла 9 глава. Пришла 9 глава. И в 9 главе там появился один народ, значит, из Гаваона, который обманул их. И там в 14 стихе написано о том, что они не вопросили Господа. И поэтому взяли их хлеб и заключили с ними клятву, а не нападение. И они опять попали в расставленные ловушки, потому что Господь приговорил весь народ Хананской земли к смерти. Потому что чаша их была преисполнена всеми грехами, идолопоклонством. И они не должны были раствориться в народе для того, чтобы они также не стали идолопоклонниками. Но они как раз попали в 9 главе в эту ловушку, потому что доверились больше своей логике. И опять было надмене над Словом Божьим. И они, значит, попали в это непослушание. А в 10 главе опять произошла работа над ошибками. И они, вот что интересно, все свои выходы, походы начинали и заканчивали в Галгаре, которое переводится как Галгал, место обрезания. Вот точно так же у нас должно быть такое место, место Галгал в нашем сердце, в нашей жизни, в нашей семье, в нашей церкви, в нашем служении, где мы постоянно находимся в бодрствовании для того, чтобы не попасть в расставленные ловушки гордости и обмана теми стрелами, которые в нас посылает дьявол. Вот так. И вот, смотрите, и вот я хочу чуть-чуть еще остановиться на 11 главе. Думаю, серьезная глава. Как раз в 11 главе, я так смотрю, такая, ну, очень мощная победа над гордостью. Потому что здесь идут перечисления. Я выписал себе 10 царей, которые были вот в этой главе, которых объединил царь Иовин, царь Оссорский. И у каждого царя есть свое определенное значение. Это может быть блуд, похоть, там, какое-то растление, колдовство. Но, посмотрите, какой царь их объединил. Вот этот Иовин, царь Оссорский, переводится как «разумный ум и разумение». Разумный, понимаете, это связано с умом. Это точно так же, как вот почему они приняли народ Божий, вот этот Гаваум. Потому что они поставили ставку на свое разумение, на свою логику. Они вопросили Господа, понимаете, показали, что это достаточно логично. Как, собственно, и многие мужья и жены Божьи попадали на этих вещах. Но не буду сильно останавливаться на этом. И вот, значит, здесь, в этой же 11 главе написано, что «Возвратившись, Иисус взял Оссор, и царя его убил мечом. А Оссор же прежде был главой всех царств сих». Вот смотрите, казалось бы, столько царей, столько царей, вот я забегу вперед в 12 главе, перечисления 31 царя, которые выступили против народа Божьего. Но всех их объединял вот именно царь Оссор, который переводится как ум, разумение и разум. И вот смотрите, мы когда приходим в книгу «Бытие» и видим дерево познания добра и зла. И что здесь интересно? Интересно то, что как раз дьявол, дьявол, он показал Адаму и Еве, что вы станете как боги. Тогда, по сути дела, когда наш разум станет царем. Вы помните, мы даже так как бы говорим, между прочим, без царя в голове. Это тогда, когда разум становится царем. Но дело в том, что это проблема, когда наш разум становится царем. Потому что над нами царь, и все цари должны управляться царем Иисусом Христом, Аллилуйя, Богом Отцом, Аллилуйя, через Духа Святого, который поселился в нашем духе и влияет на нашу душу, в котором наш разум. И вот что произошло в Эдемском саду. Я вот сейчас, вот в воскресенье у нас было служение. И вы знаете, такое необыкновенное присутствие Божие было в прославлении, в поклонении. И вы знаете, да, когда ты переживаешь эти вещи, то не хочется выходить, и кажется, текло бы, текло бы, текло. И нам нужно научиться течь в этих вещах, поддерживая это какими-то пророческими видениями, картинами, которые Господь хочет, чтобы мы высвободили. И вот, значит, и я привел такой пример на этом служении, что в первую очередь получили Адам и Ева в Эдемском саду. Там, помните, написано, что Господь приходил к ним в прохладе дня, для того, чтобы иметь общение с ними. И они тогда еще не съели с дерева познания добра и зла. То есть нам нужно учиться. Нам нужно будет чему-то обучаться, что-то слушать, что-то принимать во внимание. Но это не на первом месте. На первом месте присутствие Господа. На первом месте Он хочет, понимаете, Он не просто же так нам дал пять органов чувств, чтобы через все пять органов чувств мы могли Его увидеть нашими и физическими, и духовными глазами, услышать и духовными, и физическими глазами. Знаете, запах определять Господа, запах благоприятный, запах на погибель, да, как написано. Потом мы можем, вкус Его и всего того, что от Него и не от Нему приходит, потому что рожденный свыше человек, он, понимаете, он может различать Слово от Бога, которое, не знаешь, откуда приходит и как приходит. Оно может прийти через чувствование, через ощущения, понимаете, через то, что ты можешь видеть определенные краски, чувствовать вот этот запах, как я уже сказал. И, конечно же, ты различаешь голос Бога от голоса дьявола, как Иисус с Аркадемом в посте показал. Мало ли, что он приходит со Словом, которое, говорит, написано, написано. Слово для нас должно быть фильтром. Амин. Но если у нас просто Слово, без переживания с Господом, понимаете, то тогда получается такой момент, что как будто нет определенной полноты, полноты того, что и дьявол может прийти со Словом, и ты как будто, знаете, в замешательстве, ты в какой-то некой такой духовной шизофрении в отношении того, и здесь Слово, и здесь Слово. Но, понимаете, рожденный свыше человек, он определяет, какое Слово от Бога, какое Слово не от Бога, и он через все эти звоночки, маячки, которые приходят через наши уши, нос, уста, ощущения внутренние, мы можем определять, что от Бога, что не от Бога, и это все проверять также через призму Слова Божьего, зная, что вот это Слово, к примеру, от Бога. Так вот, понимаете, дьявол, он что пришел с делом? Он понимал, что Адаму с Евой бесполезно доказывать, что, к примеру, Бога нет, они знали, что Бог есть. Но он говорит, давайте я их обману, и поставлю разум, разумение, ум, как у этого Иовина, царя Ассорского, на первое место, в первую очередь, через которого мы получаем атаку гордости на нас, как это получал народ Божий. Поэтому, дорогие, вот здесь мы должны с вами, аллилуйя, расставить в правильное положение все, потому что Господь хочет нам открываться. Не зря я с самого начала говорил о встрече с Иисусом, о встрече с Иисусом Навином, о встрече с Халевом, дорогие, потому что это нам тоже не обойти. Это написано в Писании. Народ Божий встречался через сны, через видение со Словом Божьим, с Его присутствием, и смотрел на все эти вещи, как на реальность, а не как только то, что приходит во сне. То есть, правильно это или неправильно, мы должны научиться с вами жить в Духе, жить Духом Аллилого, жить жизнью Иисусом Христом, а не просто с Иисусом Христом, аллилуйя, раствориться в Нем, аллилуйя, потому что, ну, если это у нас не будет получаться, то у нас, мы придем к таким вещам больным в нашей жизни. Дай Бог, что на самом деле хоть такие происходят, как Иона, который попал в чрево, большую рыбу, точно так же, как мы в чреве Господа, для того, чтобы как Иона почувствовал вот этот, понимаете, вот эту кислоту, вот этого желудочного сока, точно так же и мы могли почувствовать его присутствие, которое не всегда сладкое, иногда так оно огнедо окисляет, для того, чтобы мы могли раствориться в его желудочном соке, для того, чтобы вот этот уголек попал на наши уста, чтобы мы могли говорить слова Божьи, чтобы потом, как Иона, он выскочил с чрева этой рыбы и кричал, я готов исполнить это великое поручение, я побежал исполнять его в Неневию, точно так же, как пророк Исаия сказал, вот я, пошли меня, точно так же, и мы, когда почувствовали вот это, как бы сказать, преобразование, которое с нами произошло в чреве нашего Отца, а то не покидая его чрево, мы одновременно можем выполнять великое поручение на улицах нашего города, поэтому во имя Иисуса Христа пусть гордость умрет в нашей жизни, потому что я просто, не просто чувствую, я сам это пережил и переживаю, а то, что как будто нет определенного прохода вперед из-за нашей гордости, потому что мы не даем Богу, непозволяемому достигнуть нас, а по-другому сокрушить в нас наш разум, наше разумение, нашу душу, которая должна умереть, потому что в духе уже все произошло, но преобразование нашей души, всех наших эмоций, которые, понимаете, как память осталась с греховных шаблонов, с традиционных шаблонов, или как вот, знаете, жесткий диск уже переполнен на нашем компьютере, компьютере нашего разума. Господь хочет это все очистить, чтобы наш разум, он попал в тупик во имя Иисуса Христа, чтобы он умер и воскрес, алилое, для того, чтобы правильные сигналы пошли через нашу душу и в наше тело во имя Иисуса. Слава Господу Богу! И вот здесь Иисус Нарин победил вот этого царя Иовина, царя Осовского, который олицетворял разум, ум, разумение, гордость, аллилуйя. А в 12 главе, после убийства вот этого царя, то уже 31 царь в этой земле ханатский, они их щелкали просто как семечки. И уже в 13 главе, только в 13 главе книги Иисуса Навина началось перераспределение, начали кидать жребий по этой земле. Поэтому, вот смотрите, целых 12 глав, апостольское число, нужно было пройти народу Божьему для того, чтобы, ну просто снять, отрезать вот этот хвост гордости, который настигал их, который отравлял их, который убивал их, который расстреливал их. И в 14 главе, слава Богу, вот здесь уже встреча с Халевым, который говорит, это моя гора, аллилуйя, я долго ее ждал, понимаете? И мне Господь, когда у меня было вот это переживание встречи с Иисусом Христом, с Иисусом Навином, с Халевым, и когда я в самолет сел уже после того видения, когда летел в Белово, в самом начале, кто только сейчас подключился, посмотрите, самое начало, у меня вопрос был к Богу, а почему у меня прежде произошла встреча с Иисусом Навином, а не с Халевым? А потому что, посмотрите, какой порядок, прежде для нас должны быть открыты небеса, аллилуйя. И Иисус Навин, это прообраз Иисуса Христа, который проводит нас на небеса, аллилуйя. И поэтому, я благодарю Бога за это призвание открывать небеса людям, аллилуйя. Для чего? Для того, чтобы, убивая вот эту гордость, которая не хочет, чтобы небеса были открыты, которая против вот этого учения, вот этих картин, потому что мы тогда не переживем встречу с Халевым, потому что Халев, в отличие от Иисуса Навина, в моем контексте, моего переживания, это тогда, когда все будет происходить уже явно здесь, на земле. И в 15 главе он уже берет Хеврон и убивает трех сынов Енаковых, аллилуйя, слава Богу. Поэтому, драгоценное, я молюсь сейчас, для того, чтобы во имя Иисуса Христа вы позволили Богу достигнуть вас, как сказал апостол Павел, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И с самого начала я молюсь, как говорил о том, что за нами вся поддержка небесная, за нами слава Божия, которая никогда не покидает нас, за нами присутствие Божие, которая никогда не покидает нас, независимо от наших грехов и всех наших, как бы сказать, пропущенных ударов, общение с Господом не погибает нас. Именно этими тремя вещами, славой своей, присутствием своим, общением с нами, Он достиг нас и поразил нашу гордость. И точно так, я просто молюсь, чтобы вы также сказали Господу, после поражения всего, что Господь хочет убертвить в вашей жизни, не достигнули и я славы Господней, которая непреложна в моей жизни, присутствием Господом, который в моей жизни, и общением с моим Господом, аллилуйя, не достигнули и я моего Господа, Иисуса Христа. Будьте благословенны, если сейчас это запишется, то я могу спать спокойно, драгоценное, с любовью, с Богом, до скорых встреч, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,